Ответить на вопрос, что такое базовый гардероб, участницы проекта модель X могут с легкостью. А вот с базовыми украшениями им только предстоит познакомиться. Что подразумевают под этим понятием, мы сейчас узнаем вместе с ними. Базовые украшения – это отчасти и украшения, которые соответствуют нашим пропорциям лица, которые соответствуют нашему цветотипу, волосам, глазам, цвету глаз. Но и также эти украшения должны соответствовать нашей индивидуальности. Поэтому базовые украшения изначально – это все то, что внутри вас. В зависимости от того, какой у вас тип внешности, и подбираются базовые украшения. Если у нас девушка яркая, скажем, активная, чаще всего это соответствует стилистике стиля драматик. То есть это люди, которые переживают активные эмоции, у них активный разнообразный ритм жизни. И при этом они очень часто любят что-то остроконечное, что-то авангардное, необычное из ряда, вон выходящее. При подборе украшений для такой же яркой внешности не забывайте, что вам нужно рассказать о ваших эмоциях. Как мы можем выразить ваши эмоции с помощью украшений? Это необычные формы, да, авангардный некий дизайн. Обратите внимание, с помощью колец. Цепи – один из самых популярных трендов предыдущего года, года нынешнего. И сразу же хочу отметить и года следующего. Обратите внимание, чтобы ваша цепь очень долго была в вашем ювелирном гардеробе, ее звенья должны быть правильной формы, без каких-либо вкраплений. Такие цепи чаще всего соответствуют определенному тренду. Например, либо сильно воздушное идет звено, либо очень маленькое. А здесь мы видим вариант как раз классического соединения. Такой вариант пригодится вам на многие годы. А теперь представим, что наша яркая и динамичная дама, скажем, руководитель, который занимает очень такой серьезный и важный пост, но при этом она необычная, харизматичная. Как ей выделить свой индивидуальный стиль с помощью украшений? Заметьте, мы подобрали для Ольги вариации из классических сочетаний украшений. Здесь у нас идут черные бусы, овальные, внутри них страусиное перо. Благодаря этому страусиным перо мы показываем как раз необычную натуру нашей Ольги. А теперь самое время послушать нашу лекцию самым романтичным и милым и очаровательным особам. Таким, как наша Людмила. Для того, чтобы подчеркнуть ее нежную кожу, ее длинную шею, красивый профиль, мы выбрали длинные серьги, которые идут в сочетании с классическим черным жемчугом и горным хрусталем. Это как раз таки соответствует ее легкому, нежному характеру и стилистике, которую она выбирает. Это романтичные тона, либо стилистика casual. Если вы такого же легкого и нежного темперамента, как наша Людмила, обратите внимание на приглушенные гаммы украшений. Также легкий и нежный дизайн, например, как в этом колье из длинных цепочек. Такие варианты и решения будут для вас базовыми. Чтобы было легче запомнить, мы сформулировали пять основных правил и ошибок при подборе украшений. Первое правило. Все аксессуары, которые вы используете в своем гардеробе, должны соответствовать вашему возрасту. Для статусной дамы неуместны будут дешевые серьги из недорогого пластика, яркой неоновой расцветки. И ничто, наоборот, так не старит молодую девушку, как золотые сережки ее мамы или бабушки по дизайну Советского Союза. Правило номер два. Выбранные вами аксессуары должны соответствовать размерам и форме вашей фигуры. Если женщина имеет плавные формы, то маленькие сережки или маленький клатч, наоборот, подчеркнет крупные размеры фигуры. Выбирая аксессуары, вы должны помнить, что для каждой капсулы мы выбираем аксессуары в определенном стиле. Например, если вы купили какое-то украшение на пляжах, будучи в отпуске, где-нибудь на пляжах Гоа, то не стоит пытаться по возвращению домой эти аксессуары внедрять в деловой офисный строгий дресс-код. Помните, что аксессуар является акцентом на ту часть тела, на которую вы ее помещаете. И выбранным аксессуаром можно с легкостью менять впечатление о своем типе фигуры и росте. Например, если у вас в арсенале есть яркая красная брошь, помещая эту брошь на плечо и соединяя эту брошь в комплекте одежды с красной обувью, вы максимально удлиняете свой рост, соответственно, вы будете выглядеть стройнее и выше. Помните, что аксессуары нельзя крепить на проблемные зоны. И выдрузить красную брошь в область пояса вы можете только тогда, когда вы являетесь обладательницей очень тонкой осенней талии. На этом модные практики и наше знакомство с девушками заканчивается. Впереди отработка всех знаний, разбор информации и, конечно же, самое главное – красочный финал проекта. В нашей сети Ювента каждая женщина может найти украшения для своей индивидуальности. У нас богатый выбор украшений из Италии – это муранское стекло. Несколько прекрасных брендов от поставщиков Артеболена, Энзо Бензо и Пиджи Муран уже известны в нашей стране. Также у нас огромный выбор бижутерии авторского направления – это Зиско, Голландия, Натюр Бижу Франция. Помимо этого можно встретить большой выбор бижутерии масс-маркета, самые трендовые, последние новинки. Также мы можем порадовать и мужчин прекрасным ассортиментом кожи-галантереи и часов. Наши салоны находятся в ТРК «Фокус» и ТРК «Урал», адреса Молдавская, 16 и Воровского, 6. Рады будем вас видеть! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова